Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем первом вебинаре нынешней вебинарной недели. Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. И, как всегда, несколько моих вводных слов до того, как я передам слово сегодняшнему спикеру. В самом начале нашего чата находятся две важные ссылки. Первая ссылка ведет на сайт Директ Академии. И по этой ссылке вы сможете зарегистрироваться на все вебинары вплоть до июня месяца 2018 года. Что касается второй ссылки, то это ссылка на наш видеоканал на YouTube, на котором размещаются все записи наших вебинаров. В том числе и запись этого вебинара ведется. И он тоже к концу недели будет размещен на нашем видеоканале на YouTube. Разрешите представить также два наших следующих вебинара. Вот они. Даю ссылки в чат. Первый из них состоится завтра, во вторник. Будет его вести Юрий Николаевич Белоножкин. Называется «Аватары в онлайн-педагогике. Подготовка 2D и 3D аватаров и готовых актеров в обучении». И послезавтрашний вебинар. Это мой вебинар. «Университетская библиотека онлайн для преподавателя. Читаем, работаем, публикуем». Второй вебинар мой будет посвящен функционалу преподавателя в ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Для тех, кто задавал вопрос по непришедшим сертификатам. Пожалуйста, посмотрите памятка. Я ее распечатал во вкладке «Вопросы». Зайдите во вкладку «Вопросы» и посмотрите. Те из вас, которые не получили сертификаты и написали мне где-то с четверга по воскресенье, вот как раз сегодня по ходу нашего вебинара я буду отправлять эти сертификаты в ручном режиме. И думаю, до большинства из вас они дойдут. Что ж, на этом, наверное, все. Я передаю слово сегодняшнему спикеру, Надежде Самылкиной, и прошу ее озвучить сегодняшнюю тему. Надежда. Добрый день. Тема сегодняшнего вебинара – это организация проектной деятельности школьников средствами образовательной робототехники. Я буду рассказывать на примере серии книг «Рубофишки» издательства «Лаборатории знаний». И в большей мере я коснусь изменений в проектной культуре, в основной школе. Я являюсь профессором кафедры теории и методики обучения информатики Московского педагогического государственного университета. Итак, проектный подход. С проектным подходом мы с вами в жизни сталкиваемся очень-очень много раз, и уже не первый раз. Так вот, в чем же причина возврата проектного подхода? Вспомним. Сейчас, в настоящее время, мы живем в период смены технологического уклада. Уже с шестого технологического уклада. Начало 21 века. Этот шестой технологический уклад характеризуется очень мощным конкурентным процессом нанотехнологий и информационных технологий. И сейчас, в 2018 год, мы уже входим в период применения продуктов этих технологий. Мы их начинаем использовать в жизни и ожидаем какого-то эффекта. Вот в конце 19 века, когда проектный подход появился, это рубеж 19-20 века, он появился в тот же период смены технологического уклада третьего по счету. То есть, нашлись новые топливные источники, появились новые машины, расцвет транспортной инфраструктуры, и промышленные предприятия стали укрупняться. Тот и другой период характеризуется тем, что нужны другие профессиональные кадры. То есть, другие люди с другими профессиональными компетенциями. Поэтому этот период смены технологического уклада, он всегда ставит проблему изменения требований в системе образования. Нынешний период – это, конечно, прежде всего к системе высшего образования. Появляются новые профессии, значит, нужны новые профессиональные компетенции, которые формируются еще в период учебы. Новые на профессиональной компетенции. И все это на очень высоком общекультурном уровне. Безусловно, что высшее образование ставит свои требования перед системой общего образования. Характеризуются эти требования чем? Что возрастает требование к интеллектуальному развитию. У нас другие общеучебные навыки и другие личностные качества. То есть, видите, это системный период изменений на всех уровнях. И этому способствуют и крупные компании, которые понимают, что IT-отрасль – это основной компонент современной техносферы. Мы понимаем, что в этот период нужно развитие системных знаний о компонентах этой техносферы, о перспективных технологических направлениях для будущей профессиональной деятельности. И что очень важно молодому поколению – получить практический опыт реализации всевозможных инженерных проектов на разных экспериментальных площадках. Все это заложено, как мы с вами помним, в национальную технологическую инициативу, которую предложило Агентство стратегических инициатив. И благодаря этому развиваются сейчас очень мощно все инициативы Агентства стратегических инициатив. В том числе и кружковое движение, которое поднимает на очень такую высокую волну робототехническое движение. Это и Олимпиады, и кружки, развитие технопарков. То есть движение стало мощным по всей России, и мы все так или иначе в этом движении участвуем. В этом движении участвуют крупные компании в том числе. Они финансируют свои проекты, участвуют в софинансировании, в других интересных проектах. И в начале этого года руководитель одной из крупных компаний, которая развивает очень много образовательных инициатив, финансирует очень много образовательных проектов, Герман Греф, он разделил нашу общую школу, общообразовательную, на школу навыков. Говорит о том, что нужно формировать мягкие цифровые навыки. Это один из трендов образования, на котором мы должны с вами ориентироваться. Какие у нас инструменты есть для того, чтобы реализовать те посылы, которые государство перед нами озвучивает? Инструментов не так много, и в большинстве своем они уже стали классическими. Среди новых, наверное, это образовательная и соревновательная робототехника. Олимпиадная подготовка по программированию – это классический инструмент. Я обращаю внимание именно на программирование, потому что если даже мы участвуем в олимпиадах, технологических олимпиадах, робототехнических олимпиадах, никакой робот не поедет и не будет выполнять те функции, которые на него возглавляются, если они достойны подготовки по программированию. А правильно, что в настоящее время идет включение открытых задач в предметы. Это все формирует креативное мышление. То есть это тризовские компоненты, они входят в учебный процесс. Мы с вами наблюдаем интеграцию научно-исследовательских и неждисциплинарных проектов в образовательных процессах. И все это вместе и чуть-чуть отдельно приводит к тому, что идет обновление технологического образования. Это крайне важная задача в эпоху техносферы. Так вот, мы будем говорить сегодня о двух инструментах – об образовательной робототехнике и о проектном подходе. Как оказалось, что вместе, используя и тот, и другой инструмент, мы можем получить системный эффект. То есть, когда мы работаем с проектами, треугольная задача – это осваивание методов научного познания. Если при этом мы осваиваем современные технологические инструменты, то эффект от этого, конечно, умножается. Проекты мотивируют творческую и инновационную деятельность детей. Если это с использованием робототехники, то дети получают быстрые результаты, участвуют в пробной деятельности. Это очень важно. Проекты ведут и вообще стимулируют продуктивное сотрудничество между разными возрастными членами команды. И все это буквально способствует формированию новых личностных качеств, которые востребованы сейчас в новом обществе. Конечно, это на фоне общих методологических проблем. Нам с вами не хватает и качественных методических разработок. И не всегда мы корректно применяем то, что существует сейчас. Но, тем не менее, эффект, когда мы используем два инструмента одновременно, он умножается. Я бы хотела обратить внимание на то, что требуется изменение культуры проектной деятельности школьников. Почему такой вопрос назрел? Потому что проектов стало очень много в нашей жизни. И, в общем-то, каждый понимает под проектом немножечко своё. И это понимание проектов детей, учителей, родителей, оно несколько отличается от проектного подхода в общем мировом контексте. Очень хотелось бы, что проектами дети начинали заниматься в школе и научились заниматься именно тем проектным подходом, и именно таким образом, который используется во всех областях деятельности человека, на производстве, в экономике и так далее. То есть все эти навыки должны пригодиться им в жизни. Это иногда не совсем то, что мы делаем в школе. Поэтому изменение культуры проектной деятельности, мне кажется, должно идти по трем таким направлениям. Первое направление – это ориентация на общем мировые подходы использования проекта. То есть что под этим подразумевается? Проект – это некий инструмент для получения нужного результата. То есть продукт проекта – это не результат проекта. Всего лишь инструмент для того, чтобы получить нужный результат. А результат или цели проектированных могут быть очень разными. Все зависит от той деятельности, которой мы с вами занимаемся. И еще такой важный момент. Проектов стало настолько много, что они подменяют обычную практическую деятельность в школе, которая тоже должна быть обязательной. Это разные форматы. Практическая, лабораторная работа. Так вот мы очень часто все это называем теперь проектом. Это не совсем верно. То есть проект не должен заменять систематическое образование. Он должен дополнять его смысловой деятельностью. Чуть похоже мы поговорим еще подробнее. Второе направление – это изменение цели проектирования. Во всем мире популярен подход SMART. То есть мы должны ставить очень конкретные, измеряемые, достижимые в реальной премии цели. И для конкретных условий. Эти цели могут различаться, но они очень конкретные. И всегда их можно проверить, их достижения. А в этом и польза, эффект проектного подхода. Поэтому его все стараются использовать. Очень легко проверить, какие цели ставились, как они достигались. Достижение каждого этапа очень легко проверяемо. Поэтому куда ушли ресурсы, кто в этом виноват. И это все легко исправляется. У нас чаще всего здесь идет подмена этого подхода на копирование дидактических целей и стандарта. То есть нельзя описать результатом проекта, не учиться тому-то, тому-то. Это не совсем так. Безусловно, дидактических целей мы достигаем. Но это не есть результат проекта. Это его, в общем-то, побочный эффект. Далее. Изменение целей проектирования. Это означает и оценку реалистичности, и точек роста проекта. Мы чаще всего, когда ребенок начинает проектную деятельность, не обсуждаем, насколько реалистичен должен быть результат. И какие точки роста должен иметь проект. Потому что результат проектной деятельности должен быть внедрен тем или иным способом. То есть от него должна быть реальная польза. Это не всегда, видимо, ребенку. Но взрослые, то есть те, кто заинтересованы в этой проектной деятельности, должны ребенку в этом помочь. И, конечно, нужно помочь сориентироваться по доступности этого проекта для конкретного ребенка или для конкретной проектной команды. Это тоже не всегда делается. Часто очень берут дети или проектные команды недостижимые цели. То есть нереально, например, сделать проект третьекласснику, собрать устройство или прототип устройства для сборки космического мусора. Ну, не рассчитая тех параметров нужных устройств. Ну, просто не хватит знаний по тематике, физике для этого. Но другой какой-то наименее, наверное, такую глобальную цель или наименее глобальный проект ребенок третьеклассник или команда третьеклассников может достигнуть. Вот это очень важно. Ребенок должен заниматься тем, что ему доступно по его подготовке сейчас в настоящее время. И, конечно, эта подготовка должна увеличиваться, расширяться по мере выполнения проекта, но не сразу на целую ступень. Это, конечно, нереально. Далее. Мы знаем, что в проектной деятельности меняется роль учителя и обучающихся. Это тоже очень важный компонент. Но мы не всегда адекватно понимаем, что значит меняется роль учителя. И чаще всего как бы в стране учитель, мы считаем, должен выполнять консультативные функции. Это не всегда так. Главное, что здесь идет освоение приемов управления проектами. И учитель регулирует этот процесс и активно участвует в проектной деятельности. То есть продуктивное взаимодействие – это именно погружение руководителя проекта, учителя, педагога в эту проектную деятельность для того, чтобы самого научителя научить детей приемом управления проектом. Именно это пригодится детям в будущем. Но при этом, разумеется, развиваются личностные качества для успешного введения проекта в дальнейшем. Давайте вспомним характеристики проектного подхода. Ну, во-первых, это уникальный результат. В результате проекта мы получаем либо материальный, либо информационный продукт, услугу или результат исследования. То есть все это видимые, ощутимые результаты. Проект выполняется в ограниченное время. Мы должны очень четко понимать начало и конца проекта. Видимо, это стало очень удобным, поэтому проекты в урочное время реализуются. Есть время начала и конца урока. Но не все проектные компоненты при этом выполняются. Итак, третья характеристика – это планирование ресурсов и контроль результата. То есть технологичность процесса проектного в том и заключается, что мы очень четко понимаем, какие ресурсы есть и какой результат с помощью данных ресурсов мы можем получить. Просчитываем эти ресурсы. Ресурсы и участие заинтересованных риск. Дальше. Риски, если вдруг что-то с ресурсами случится, их недостаточно, мы плохо просчитали и так далее. И под каждый проект издается временная команда исполнителей. Учительно очень важно различать проектный подход и операционную деятельность. Давайте попробуем разграничить эти две деятельности, в которой мы с вами участвуем регулярно. Во-первых, операционная деятельность характеризуется тем, что она непрерывно повторяющаяся. Это наш учебный процесс, в котором мы постоянно с вами участвуем. Он идет по расписанию в течение года. То есть процесс циклический, повторяющийся. Он в постоянном коллективе осуществляется. Это классы, группы, постоянный коллектив преподавателей. И мы все выходим вместе на стандартизированный результат. То есть где он зафиксирован, этот результат. Это наш ГОС определенного уровня образования. То есть та образовательная деятельность, в которой мы регулярно участвуем, это и есть операционная деятельность. У нее свои характеристики. Да, она может быть рутинной. Она может не очень нас устраивать. Но тем не менее, благодаря этой деятельности мы получаем систематическое образование. Идет передача фундаментальных знаний, формурующие нужные компетенции. Они запланированы заранее в стандарте в том же. Поэтому в соответствии с этим стандартом мы и получаем такой результат. Чтобы разнообразить эту деятельность, изменить какие-то компоненты операционной деятельности, у нас есть один из инструментов. Это проектная деятельность. И здесь очень четко видно отличие, что в проектной деятельности она осуществляется в ограниченный срок, ограниченными ресурсами и очень ограниченный объем работ. Мы получили результат, все, объем работ завершился. Под проект создается временная команда. И мы получили некий измеряемый результат, который, если он удачен, можно внедрить в операционную деятельность и некоторым образом ее улучшить. Но это совершенно другой продукт, который получен в результате отдельной деятельности, специально куда-то запланированной. Безусловно, есть связи урочной и неурочной деятельности. Во-первых, из характеристик операционной и проектной деятельности сразу стало понятно, что операционная деятельность или образовательный процесс – это урочный процесс, это урочная деятельность, в которую мы участвуем. Но неурочная, проектная деятельность лучше всего реализуется во неурочной деятельности. Да, возможны варианты внедрения проекта в систематическое образование, но после того, как мы получили результат и действительно внедрение в операционную деятельность, нам поможет как-то ее несколько улучшить. Итак, какие же связи просматриваются? Урок, например, знания основ науку изучаем, осваиваем некоторые новые способы деятельности, то есть таким образом мы формируем определенные компетенции. В проектной деятельности то, что ребенок получил в результате урочной систематической деятельности, он быстро реализует результат. Современному ребенку этот результат очень важен, то есть он очень быстро применяет свои знания, которые умения, которые он получает в систематической учебе. При систематическом образовании он изучает современные достижения науки и технологий через разные предметы, да? А в проектной деятельности он, реализуя некоторый проект, он получает продукт, который для него является лично значимым. То есть социальная и личная значимость проекта, вот той деятельности, которую он осуществляет, она становится ему близка. Говоря о формировании целостной научной картины мира, базовых представлений в сфере науки и практики, мы говорим о том, что очень важно понять и освоить проектный формат работы для дальнейшей жизни самостоятельной. Это формирует и новые качества, новые компетенции, которые сейчас очень значимы. То есть проектная культура, проектный формат работы – это тоже базовая практика современного общества. Ну и безусловно, проектная деятельность носит вклад в достижение результатов основной образовательной программы, положительный имидж образовательной организации, которая занимается такой деятельностью. Но это может изменить стратегию развития самой организации. Если эта деятельность очень удачная, она может стать площадкой какой-то для стартапов и прочее. для того, чтобы стать инновационной площадкой и так далее. Вот есть очень такая хорошая шпаргалка по видам практической деятельности, которые не нужно смешивать. У нас у педагогов есть три вида практической деятельности – лабораторная работа, практическая работа и проект. Разобьем их вид деятельности, то есть урочная и неурочная. Мы увидели, что систематическое образование – это урочная деятельность, проект, но и лучше всего неурочная деятельность. Лабораторная работа – урочная, практическая – урочная, проект – неурочная деятельность. Далее, где мы используем каждый вид работы практической? Лабораторную работу мы используем в начале изучения темы. То есть, естественно, в научных дисциплинах выдвигается некая гипотеза, которую нужно проверить практическим образом, практическим путем, обсчитать и доказать те или иные позиции этой гипотезы. То есть лабораторная работа лучше всего, она выполняется, эффективнее всего она выполняется в начале изучения темы. Так всегда и было. Практическая работа – это некий завершающий этап изучения какого-то материала. И, конечно, шире количество предметов, по которым выполняется практическая работа. И если это некоторый завершающий этап, то это, скорее всего, изучение в конце темы. Делают практическую работу в конце изучения темы. Для реализации проекта нужно, как правило, нужно знание из некоторых смежных областей деятельности, из смежных предметов. Мы не все выборочно знания применяем. Поэтому, скорее всего, использование проекта в конце изучения некоторого блока тем, когда мы увидели, изучили ту или иную область деятельности и увидели некий блок проблем, которые можно решить. И нам интересно предложить свой способ решения. То есть, проектная деятельность. Далее, самая важная тема, цель оборудования, состав группы и результат. То есть, как быстро отличить лабораторную работу, практическую работу проекта. Вот если эта тема программная, то это практическая работа или лабораторная работа. А если это тематика, то есть, ребенок хочет реализовать идею вне программы, то это проектная работа. То есть, все вне программные идеи реализуются через проект. А все, что учитель в программе зафиксировал, в своей рабочей программе, тем, цель этой работы, состав оборудования, он же определяет состав группы, в которой выполняется лабораторная или практическая работа. Он же описывает требуемый результат, то есть, что в конце получится. Все, что по программе определяется учителем, это лабораторная или практическая работа. Все, что вне программного материала определяется обучающимся, это проектная работа. Далее, планирование работ. Планирование работ, опять-таки, выполняемое учителем. То есть, он изготавливает технологическую карту, план урока, план лабораторной работы. Все, что готовится для этого учителя, это лабораторная или практическая. А если планируют свою деятельность обучающиеся, то это проектная работа. Единственное общее, это то, что они должны выполняться, хотелось бы, чтобы они выполнялись самостоятельно. И лабораторная, и практическая, и проект. И, конечно, лабораторная и практическая не требуют презентации результатов, а проект требует презентации результатов обучающихся обязательно. Говорим об этапах образовательного проекта, чтобы понять, какие из этапов западают и где нам нужно обратить на это пристальное внимание. Первый этап – инициирование проекта. Это идея или проблема, которую нужно решить. И желание получить новый результат или решить какую-то проблему. Это желание либо возникает у ребенка спонтанно, дети очень любопытные, эта идея может возникнуть спонтанно. Либо учитель после изучения определенного блока тем инициирует проектную тематику, а дети выбирают, что им интересно. И если данный вид деятельности неинтересен, то и проект не состоится. Примеры, например, идеи, которые инициируют дети. При совместной поездке, например, ребенок увидел две радуги и сообщает, как интересно, вчера я на этом месте после дождя видела одну. А бывают ли три радуги? А почему их две? Вот такая идея проекта, которая возникла тоже на ходу из просто детского любопытства наблюдательности ребенка. И это удачное проектное исследование, тема проектного исследования, начиная, я не знаю, с пятого класса по всей основной школе. Потому что глубина исследования может быть разная. И бывают очень хорошие результаты, которые могут конкурировать. То есть тема одна, команд, которые выполняют аналогичный проект, много. Но все свой результат, который можно сравнивать, обсуждать, оценивать. Вот тогда это конкурс проектов исследовательских. Очень интересно он может состояться. А если учитель, приходя на занятие внеурочное, говорит, у нас сегодня тема проекта такая, то это его тема, она у него по плану. То это не тема проекта, а тема практической работы или практику, которую он хочет реализовать. Вырастет ли проект, проектная идея? А еще не факт. То есть правильное инициирование, например, вы изучили тему по биологии, какую-то тему. И, ну, комнатные растения. Сейчас очень много таких трендов. Комнатные растения украшаются разным образом, делаются такие флорариумы. И предложить реализовать вот идею такого флорариума. А вот, например, у меня есть комнатные растения, но мне приходится часто уезжать, отсутствует два-три дня, вот как решить проблему полива. Вот это правильное инициирование. То есть, вот есть такие проблемные зоны. Вот именно здесь, вот в этой тематике, в этом направлении. И у ребенка либо рождается идея, либо она не рождается. Далее. Обязательно нужно обсудить с окружением идею этого проекта. То есть, доступна ли она в данной возрастной категории. Я уже говорила о том, что невозможно третьекласснику делать проект или прототип искусственного спутника Земли, или устройство мощного для сбора космического мусора. Вот это очень аккуратно нужно обсудить. То есть, как ребенок прочитает возможности этого устройства. Знает ли он настолько хорошо вот эти вот темы по физике, хватает ли ему знаний по математике, чтобы это обсчитать. А иначе он не докажет, что эта идея его, его решение лучшее. И делать прототип из пенопласта и фольги – это не всегда разумная идея. Да, может быть, для третьеклассника это единственный доступный материал. Но, может быть, тогда немножечко изменить идею проектную, сделать устройство менее глобального масштаба. И тогда это будет другой проект. Поэтому обязательно нужно обсуждать заинтересованными лицами, а это и учителя, и родителя, в том, насколько удачна проектная идея, прежде чем начинать ее воплощать. Ведь от этого зависит успешность проекта. Далее. Описание целей, результатов, условий реализации, этапов и ограничений по времени – это все входит в этап планирования. И очень часто мы сейчас западаем именно в описание целей, результатов, условий реализации, как мы будем планировать ресурсы, какие у нас есть риски и ограничения при реализации проектов. У нас из естественно-научного образования выпал такой блок практикумов или научно-исследовательских практик школы. И мы разучились адекватно это делать на школьном уровне. Поэтому, когда вы реанализируешь описание проектов, то, конечно, видишь эти пробелы. Пока еще пробелы присутствуют. Но работа в этом направлении уже началась. И ребенок самостоятельно не может проанализировать все ресурсы. Это нужно делать обязательно с участием заинтересованных лиц. Определить их зону участия. Заинтересованные лица – это и педагоги, и родители, которые участвуют в реализации проекта, но не выполняют его. То есть их помощь может быть разная. Участвуют финансово, ресурсами, закупая необходимое для проекта оборудование, возможно, еще какое-то участие в рекламе, в продвижении этого проекта, в подготовке к конкурсу. Но ни в коем случае за детей не выполняют этот проект. То есть, к утру сделать проект для родителей, конечно, реально, но это не есть проектная работа. Исполнение, непосредственно реализация всех этапов проекта, корректировка этапов, изменение ролей по необходимости. Именно при исполнении учитель координирует роль каждого и выделяет все необходимые личностные качества, которые помогут расти ребенку в проектной деятельности. Мы потихонечку от исполнителя проекта ребенка должны вырастить в будущего руководителя проекта. Это очень важно. И, конечно, роль учителя в этом – наипервейшая роль. Далее. Осваивая проектный подход, мы должны понимать, в чем его преимущество. Что на каждом этапе мы можем понять причины исполнения и неисполнения этого проекта, этого этапа проекта в конечном итоге и качество самого проекта. Этим он привлекательный. Мы контролируем каждый этап. Это называется мониторингом. И знаем, почему он удачный, почему неудачный, кто виноват и кто молодец. Вот этому тоже надо учить. Видеть задачу по частям, видеть проблемы, пути их разрешения. Очень важно, хорошее качество. И, конечно, завершение проекта. Не всегда проект успешно завершается. Иногда, если мы неправильно оценивали ресурсы, так же, как у нас компьютер зависает, проект может зависать. Это наша проблема. Найти причины зависания проекта тоже очень важно. Мы не очень хорошо оценили ресурсы. Далее. Он может... Два проекта могут слиться. Видим проект. Это тоже завершающий этап. Так получилось. Мы не увидели два разных проекта. Две разные проектные идеи. Так, кажется, одна. И получили, что одна из идей – это просто этап другого большого проекта. Это тоже надо понимать. То есть не каждый проект самостоятельно завершается успешным его выполнением. И, конечно, надо всегда понимать, что проектный подход – это просто инструмент, очень современный, технологичный инструмент для достижения результата. И только еще раз. Какие из этапов образовательного проекта западают в основной школе? Идея проекта просто часто навязывается детям. Надо научиться ее инициировать. То есть не собрать робота, а решить проблему с его помощью. Например, утилизация космического мусора, прохождение болот и так далее. К сожалению, не всегда обсуждается реалистичность идеи и возможность ее воплощения имеющимися ресурсами. Именно в этом залог. И вместо описания результата и цели в соответствии с подходом SMART списываются шаблоны дидактических целей из ФГОС. И организация пробной ролевой деятельности и получение навыков управления проектом в настоящее время вообще остается за границами проекта. А это нужно именно для того, чтобы научиться проектной деятельности, воспитать необходимые качества. Используемые критерии оценивания проектов у нас часто не формализованы и не обсуждаются с участниками заранее. Это очень странно. На соревнованиях тоже так же происходит. То есть дети, выполняя проект, не знают критериев его качества. Это тоже проблемная зона, которая нуждается в решении. Поговорим о видах проектов образовательных, которые чаще всего школьники реализуют. Надо понимать, что здесь робот – инструмент для проекта. То есть собрав робота, мы собрали некоторый продукт, который будет участвовать в реализации проекта. Собранный робот – это не результат проекта. Это продукт проектной деятельности или инструмент для реализации проекта. Например, исследовательского или практикоориентированного продукта. Их можно разделить, эти два вида проекта. Можно совместить. Например, если мы собрали какую-то робототехническую конструкцию и применяем его для эксперимента по физике, по технологии, например, или по информатике, то мы получаем исследовательский проект в итоге. Если мы с помощью этого робота объясняем новый материал, то мы получаем практикоориентированный проект в итоге. Этих тем, при помощи которого мы объясняем, например, новую тему, робот, вернее, робот может участвовать в нескольких темах, которые можно с его помощью объяснить. Это все практикоориентированные темы. Информационный проект. Информационным проектом с использованием роботов чаще всего является, если вы запрограммировали новые возможности под построенного робота. То есть создали и модифицировали программный код. Новый код создали, либо модифицировали тот, что есть. То есть вы получили свой собственный информационный проект. Чаще всего этот информационный проект становится частью более крупного исследовательского или практикоориентированного проекта. То есть вы что-то изменили в коде, следовательно, изменили исследовательскую часть или экспериментальную часть, либо практикоориентированную часть. То есть вы что-то изменили уже в окончательном проекте. С помощью роботов создаются творческие проекты. Чаще всего те, которые удалось увидеть, интересные творческие проекты – это создание анимационных фильмов. То есть если есть некоторые герои, написан сценарий, героев вы собрали с помощью роботов в начальной школе, на виду, например, очень много можно сделать творческих проектов, заснять их. Это и есть анимация, то есть завершающий мультфильм – это и есть результат проектной деятельности или творческий проект. Очень много можно создать игровых или досуговых проектов для проведения игр. Иногда в игровой форме можно объяснить материал. То есть получается интеграция практикоориентированного проекта и игрового проекта. Это очень интересно детям. Мы знаем, что у нас есть вид урока – игровой урок, поэтому это можно использовать вот в такой деятельности. Игровой или досуговый проект получаем в интеграции с практикоориентированным проектом. Для того, чтобы реализовать эти проекты, у нас есть серия робофишки. Робофишки – очень многогранная серия. Сначала мы начинаем с роботов Лего. Эви-3. Да, есть уже в заготовке и в виду, проекты на виду, но сейчас очень популярны именно на Эви-3. Начали мы с тайного кода Смойля Морзе. Вот этот вот проект. Ну и дальше пошло крутой пики, человек всему мира, «Волшебная палочка». Что это за проекты и какую идею мы закладывали при создании вот этой вот серии? Ну, во-первых, серия – это совершенно молодые авторы, новые авторы. Начали они еще в студенческой деятельности эту серию. Она стала очень удачной, всем понравилась. Сейчас стала популярной. Итак, в чем идея? Когда мы берем тот или иной проект из серии робофишки, мы получаем полностью подготовку к проектной деятельности вместе с ребенком. Мы готовим ребенка к этой деятельности. Вот, например, «Тайный код» Семиоли Морзе. Здесь полностью мы прошли все этапы проектной деятельности. С чего мы начинаем? Ну, во-первых, история телеграфа. Понятно, что исторический контекст, то есть тот мотивационный фактор, который затягивает ребенка в этот проект или этап инициализации проекта, он очень важен. В каком контексте мы его затягиваем вот в эту историю проектную? И, конечно, история телеграфа в детей очень интересна. История телеграфа может интегрироваться с многими предметами. Ну, во-первых, сама история. Во-вторых, это физика. В-третьих, технология. То есть телеграф – это некое открытие, изобретение, которое очень сильно изменило мир. И его изобретение входит вообще в третью информационную революцию. Поэтому и информатика сюда же подключается. Очень много межпредметных связей, которые реализуются при изучении исторической части этого вопроса. Далее. Далее – теоретическая часть. То есть, что важного из теории, какое новое знание ребенок получает. Он изучает способы кодирования, которые предложил Самуэлем Морзе. То есть, вот первый этап. Из истории, сами того не заметив, мы перетекаем в изучение теоретической части. Способы кодирования предложены Самуэлем Морзе. Изучили способы кодирования, все это очень быстро, динамики очень подробные и понятные. Начинается второй этап – сборки кнопочного звукового передатчика. То есть, что мы здесь делаем? Раз есть такой код, с помощью которого мы его изучили, теперь надо попробовать. А как попробовать? Вот у нас есть некоторый конструктор, из которого мы этот передатчик можем собрать. Что нам нужно будет для этого? Вот выделены детали для сборки. И тут же их располагаем на эти детали. Находим в конструкторе эти детали. И начинаем работу. Дальше. Этап третий – это полностью сборка этого передатчика по шагам. То есть, это не проект по шагам. Проект получится у нас творческий или игровой. Мы собираем инструмент для проекта пошагово. Что при этом получается? Мы осваиваем конструктор. Даже тот, кто имеет впервые дело с этим конструктором, потихонечку, пошагово он учится с ним работать. Вот детали для сборки. То есть, мы ориентированы на то, что ребенок, например, в пятом классе самостоятельно этот проект может сделать. И поэтому все очень-очень подробно расписали по шагам. Мы собрали этот передатчик. Вот результат сборки этого передатчика. И этап четвертый. Чтобы он стал передатчиком. Вот есть замечательная кнопочка, подставка. Все очень удобно для работы. Но чтобы мы использовали его для работы, нам нужно написать программу. Объясняем. Общий вид программы. Очень простенькая программа. И смотрите, начинает ребенок программировать графическими средствами на графических языках. Очень просто. Он не ошибется. В ходе программы, в операторе и так далее. Все в графическом виде изображено. Все понятно. То есть интуитивно понятный интерфейс вот этой вот программы. Общий вид показываем. И поэтапно дальше пишем эту программу. Опять-таки ребенок, пошаговую инструкцию выполняя, учится программировать на графическом языке. Далее распределяем роли. Вот здесь как раз и пробная деятельность, пробная ролевая деятельность. В данном проекте шифровальщик, телеграфист, тенографист и дешифровальщик. Вот сколько ролей. Все это исполнительские роли, безусловно. То есть сначала в проектной команде учитель, как руководитель и менеджер проекта, эти две функции он выполняет, совмещает вернее в себе. Когда дети вот в таком ролевом выполнении работают, то учитель, его задача основная – увидеть лидерские качества и вытягивать и развивать эти качества. И в следующих проектах у нас есть и более сложные проекты. Например, «Крутое пике». Здесь можно роль менеджера проекта передавать. То есть он ведет и контролирует этапы выполнения всех проектов. Уже учитель вот эти функции передает, оставляя за собой только функции руководителя проекта. Он передает наиболее активному участнику, у кого эти лидерские качества в большей мере развиты. Но, естественно, глядя на того, кто стал уже становиться менеджером, подтягиваются остальные. То есть это возможность вот эти нужные качества для проектного формата работы развивать. И так вот распределяются роли. И в соответствии с этими ролями тестируется то, что создали. Седьмой этап отправляем в телеграмму. То есть каким образом нужно кодировать, раскодировать и так далее. Далее. Как же устроен был раньше телеграфный аппарат? Это тоже очень интересно. Если здесь они поговорили на языке азбуки Морзе, в конечном счете какой это может быть проект. Например, игровой. Если этого внеурочной деятельности не собрали, этот передатчик запрограммировали, его распределили роли, а теперь поиграем, разобьемся. На 2, 3, 4, в зависимости от того, сколько человек на вашем кружке. Вот разбились они на команды и начинают разговаривать на языке азбуки Морзе. Каким образом? Кодирует одна команда, остальные раскодируют, набирают себе баллы. У каждой команды есть возможность скодировать и раскодировать. Это такое соревновательное действие, игровое действие. Знаете, включаются не только дети, но и взрослые. Этот проект мы на педагогическом марафоне попробовали реализовать. При ограниченном наборе этих робототехнических наборов, ограниченное количество, конечно, было более 200 человек. Мы собрали ровно 10 передатчиков, но вся аудитория играла вместе с основными командами игровыми. Всем было очень интересно. То есть включаются в эту игру и дети, и взрослые. Настолько это интересно. Потом, как устроен был телеграф и как отправить телеграмму. То есть не со слуха кодировать и раскодировать сообщения азбука Морзе, а в текстовом формате. И собираем кнопочный шифратор. Для этого вообще-то годится тот кнопочный аппарат, который мы собрали. Мы только меняем несколько программ, чтобы у нас это сообщение выводилось на экран нашего кнопочного аппарата. И аналогичная игра может происходить. Опять второй тур, второй этап игры. Опять-таки кто-то кодирует, кто-то раскодирует, зарабатываем баллы. Это игра в рушковой работе. То, что мы предложили в виде отдельного проекта, оно укладывается на один урок. Очень интересный такой формат. У нас либо урок, либо два урока. Очень простой передач, очень простая программа. Очень интересные дальше действия. И если у нас не игра, а объяснение нового материала по теме кодирования, например, в пятом классе, то это практикоориентированный проект. То есть мы получили инструмент для реализации проекта. То есть новым инструментом мы объясняем материал. Объяснение нового материала – это и есть практикоориентированный проект. А то, что мы собрали и запрограммировали, это продукт для реализации этого проекта. То есть получается у нас инновационный урок. Мы новые инструменты использовали для объяснения нового материала. Это как раз тот вариант, когда результаты проектной работы улучшают систематическое образование. Вот такой яркий пример. Мы получили новый вид урока в новом формате. Какие еще интересные проекты здесь есть? Например, сам себе человек всему мира, например. Это математика и информатика. То есть математика вынуждена подтягиваться здесь, потому что очень часто в наших проектах есть вычислительная составляющая. И для этих целей нужно знание математики. И она не сама по себе, а вот как бы встраивается в тот процесс естественной проектной деятельности, когда вот нужно что-то посчитать. И иногда нетривиальные вещи нужно посчитать. И, конечно, здесь вклад математики растет, сразу в нужности ее ощущается. Есть и математические проекты отдельные. Человек всему мира. То есть изучаются в контексте исторической части сначала, какие древнерусские величины, которыми измеряли, раньше в древние времена изучают. А потом измеряют современные вещи вот с помощью этих единиц, древних единиц. Переводят в современные единицы. Получается такая исследовательская работа с выводами, с гипотезой, с постановкой проблемы. То есть тоже очень интересная работа, где ценность математики выявляется на первый план, выставляется, и предоставляются новые такие измерительные инструменты в виде тоже небольшого робототехнического устройства, которое помогает измерять в разных единицах. Мы учимся переводить. Это замечательный материал, который можно использовать для объяснения темы по математике, по информатике. И замечательный технологический проект, то есть для уроков технологии. Секрет ткацкого станка. В чем проектный суть или результат проекта? Результат проекта в том, что мы собираем станок, продукт проекта, а потом мы в нем выполняем ткем и получаем некий продукт ткацкий. Это может быть эмблемка, фенечка призовая такая, вот еще что-то такое призовое, ленточка. Во-первых, очень интересно. Изучается устройство станка, то есть какие станки были, когда они изобретены были. Такой очень мощный, интересный исторический контекст. Дальше рассматривается, когда они стали автоматизированы. А теперь из робота, из EV3 конструктора LEGO, мы собираем вот такой ткацкий станок. Видно здесь ткацкий станок. Он действительно похож. Все элементы ткацкого станка здесь есть. Если мы нужным образом подберем нити, то можно ткать, то есть ручная составляющая здесь есть, ну и такой полуавтоматический ткацкий станок, который программируем. Программа уже сложнее. И все это поэтапно выполняется. Вот устройство изучаем, собираем его, затем программируем этот станок и потом начинаем проект. То есть это может быть самостоятельный проект для внеурочной деятельности. Но он занимает ровно два урока. То есть если проект удачный, вы считаете, что можно его использовать для изучения, например, видов ткани и так далее по технологии, то это можно внедрить в урочную деятельность. И получается, что у нас нестандартный вид урока с помощью робототехнического оборудования. Здесь ему очень нравится, и взрослым, и студентам очень нравится собирать этот ткацкий станок и получать реальный ткацкий продукт именно на нем. Далее. Помимо Lego V3, в серию робофишки с множеством разных проектов входит, ну, суть проектной работы с помощью робофишек, я надеюсь, стала понятной. То есть это исторический контекст, новый материал, который изучается, поэтапная сборка конструкции, далее программирование поэтапное, пошаговое, и далее выполнение самого проекта с помощью того инструмента, который мы собрали. Полностью вот все эти виды проектов мы расписали. Далее. Есть у компании Robo на основе платы Ардуино, в основе лежит он в корпусе, на колесиках, и такая замечательная лаборатория, с помощью которой можно переходить на более совершенную робототехнику уже для старшеклассников. Если Lego – это 5-7 класс, дальше им будет скучновато. В 5-7 классе вот конструктор ТРИК нашего производства, который тоже очень удачно можно использовать как аналог. А далее мы переходим на Scratch Duino, продукт компании Robo, и далее можем переходить уже на открытую плату Ардуино и работать с ней. Это совершенно другие возможности, совершенно другой язык программирования. Вот почему такой поэтапный переход? Потому что здесь графические языки. И далее визуальный язык Scratch, который очень популярный сейчас, он позволяет программировать плату Ардуино. И тоже очень интересная задача можно решать с помощью вот этого конструктора. И далее у них продукт уже вышел на мировой рынок и стал не Scratch Duino, а продуктом Robo. На основе продукта Robo сейчас создана цифровая лаборатория, интернет вещей. И все это вместе, и не центр прототипирования, все это вместе образует инновационный инженерный класс, под которым мы также создаем проекты, которые сейчас в разработке. И далее переход на Ардуино. Это уже текстовые языки, языки, язык C, и аналогично с ним объектно-ориентированные языки программирования. Естественно, это уже сложные проекты. Для проектирия RoboFish Scratch Duino первые шаги. Вот видите, что это платка Ардуино, робоплатформа и роболаборатория, с помощью которых тоже можно создавать движущихся роботов. Далее они выполняют разные задачи, так же, как и на Лего. Всевозможные тележки, которые движутся по траектории, поворачивают, реагируют, не реагируют на свет, множество датчиков. И так же серия RoboFish продолжается на этой платформе. И далее продолжается на платформе Ардуино, когда создаются уже более сложные проекты. Есть вот такое ответвление от Scratch Duino, поскольку у нас Scratch очень популярный язык, и есть Олимпиада на Scratch. У нас появилась новая серия школа программиста, школа инженера, школа конструктора. А вот продолжаем мы творческие задания в среде Scratch. То, что было издано, когда-то в Пашковской. Сейчас приготовили полностью Scratch для продуктов Robo и подготовка к Олимпиадам по креативному программированию на Scratch. Вот такая серия запущена, и в ближайшем будущем скоро выйдут эти книги. Думаю, что через пару месяцев вы уже можете их увидеть на рынке. Итак, самая важная составляющая, которая меняет культуру проектной деятельности, это науки управления проектом. То есть, что такое управление? Это как раз та деятельность, которая направлена на реализацию проекта с максимальной эффективностью. Чем мы можем управлять? Сроками, объемами, ресурсами. Можем управлять содержанием проекта. И, естественно, нужно учиться управлять качеством проекта, рисками команды проекта. Еще очень важно управлять коммуникациями проекта. То есть, внутренним и внешним взаимодействием внутри. То есть, то, о чем мы говорим внутри команды, выполняя проект, о чем мы говорим, какую информацию можно выносить вне. Потому что, знаете, идею тоже можно потерять. Она вдруг станет не твоей, а чужой идеей. Поэтому тоже надо учить детей. Роли в проектной группе. Три основные роли. Руководитель, менеджер, исполнитель. Вот постепенно от исполнителя, развивая креативные качества детей, мы ведем их вверх к управлению проектами и к руководству проектом. Очень важные, современные, нужные в профессии, в любой профессии навыки. Кто же учитель здесь? Сейчас появилось очень много специальностей, которые по функционалу очень похожи. Фасилитатор, модератор, коуч, ментор. Чем же отличается учитель от этих профессий? Вот очень интересный такой вопрос. И всегда запрещается найти отличия. Но чем они друг от друга отличаются? Например, фасилитатор может не знать содержание проектной деятельности, управляя результативностью проекта. Модератор, оказывается, должен владеть сущностью, то есть содержательные компоненты, которые внутри проекта. Коуч – это индивидуальный тренер, как правило, регулирует и достижением индивидуального роста. Дальше ментор. Ментор отвечает за командные коллективные достижения. Но именно людей. Здесь итоги проекта, а здесь итоги людей. Чем же отличается учитель? Так вот, мы активные участники проектной команды. Не сторонние, как фасилитатор или модератор. Мы не наблюдаем и консультируемся странно ни в коем случае. Мы внутри проектной команды. Поэтому внутри наше объяснение, оно внутри в динамике. Это очень сложный навык объяснять, уже выполняя проект, то, что нужно детям сейчас, в настоящий момент времени. Не когда-то потом на уроке, а вот сейчас, чтобы ребенку сразу было понятно, что, зачем, откуда это берется и зачем это нужно. Поэтому простое, краткое, под возможности обучающегося, вот, пожалуй, самое сложное действие, которое нужно освоить учителю. Учитель – участник любой роли. Ребенок есть ребенок в проектной группе. И часто он может потеряться в своей роли или просто остановиться, сдаться и все. То есть учитель здесь заменяет любого члена проектной команды. Учитель всегда доступен для общения. Он всегда объясняет свои действия, чтобы было понятно всем остальным. И он всегда на одной волне с ребятами. То есть разделяет общие победы и неудачи. Вот если учитель всегда на одной волне детей, то очень чувствует. Тогда да, у вас получилось командное взаимодействие, вы осваиваете проектный подход в любой области знаний. Далее. То, что еще провисает – это то, как мы оформляем проект. У нас это называлось дневником проекта, сейчас паспортным проектом. За рубежом это инженерная книга. Так вот, пока мы не будем получать баллы за оформление проекта, это так и будет на месте стоять. Компоненты – тема, актуальность, цель, планируемые результаты, ресурсы, результат, презентация и так далее. Это все нужно описать конкретному проекту. Так вот, тема, актуальность, цель очень сильно провисают. Этому надо еще учиться. Вот. И этот компонент, он останется так и за границами, если мы его не будем оценивать наравне со всеми остальными компонентами проекта. Пока вот в робототехнических соревнованиях только в FTC оценивалась отдельная инженерная книга. Мы обратили внимание, как это делается за границей, и, возможно, все эти компоненты – паспорт проекта или инженерная книга, это будет называться, также будет участвовать в оценке, в общей оценке всего проекта в целом. Общие критерии оценки проекта. Как мы выходили на общие критерии? Когда объявлялся конкурс, робофишек не было в таком количестве. Робофишек было немного сначала. И, конечно, мы объявили конкурс. Там авторы, учителя, тренеры со многих городов. Поэтому, если есть какой-то интересный материал проектный, вы хотите им поделиться, вот в серии робофишки, можно обращаться в лабораторию знаний. И, конечно, ваш проект мы рассмотрим и в этой серии, может быть, и сдадим, если он соответствует всем критериям. Каковы вообще критерии оценки проектов? Мы их описали вот в этой книге «Робототехника в школе». Подумали, как же оценить проект? Ну, во-первых, сначала область проектных интересов рассматриваем. То есть, эта тема охватывает одну какую-то область знаний или несколько областей, одну учебную дисциплину или несколько. Чем больше охватывается дисциплина учебных или областей знаний, тем выше ценность этого проекта. Как можно использовать продукт проекта? То есть, ту робототехническую конструкцию, которую мы собираем. Однажды, один раз, несколько раз при использовании в одном предмете, либо много раз на нескольких предметах. Вот чем больше количество раз можно его использовать, тем ценнее проект. Дальше, потенциал развития темы или уровня сложности проекта, точки роста. То есть, как его можно использовать, эту тему проекта и тот результат проектной работы, который получился. Вот, если этих тем много, то есть, это не уникальная тема одного учебного проекта, а их много, то есть, становится проект универсальным, интегрированным, охватывает несколько учебных тем. Можно использовать в течение учебного года или ряда лет. Ценность очень высокая. Варианты исполнения. Самые сложные, конечно, варианты. Индивидуально-исследовательские. Не исследовательские – это самая низкая оценочка. А вот индивидуально-исследовательские – высокая оценка. Такая же высокая, как, например, общешкольный. Общешкольный вариант исполнения. Ну, когда, например, спектакль ставится участниками всей школы, с разных классов, это очень сложно реализовать такой проект творчески. Поэтому ценность таких проектов, конечно, выше. Индивидуального и исследовательского, потому что это уже уровень очень высокий. Вот. И общешкольного. И еще очень важно оценить. Можно ли самостоятельный проект робототехнический? Если проект является частью более сложного проекта, это одна история. То есть, это пониже ценность проекта. А если это законченный самостоятельный проект, то, конечно, ценность намного выше. И какие ресурсы? Если он сделан из общедоступных ресурсов, то ценность его возрастает. Если нужны какие-то отдельные, нетиповые ресурсы, то, конечно, ценность низкая. Никто не будет специально что-то искать, покупать и так далее. То есть, ресурсы должны быть общедоступны. Ну, и актуальность его использования, результатов этого проекта. Чем шире он используется, тем ценнее этот проект. Вот такой подход мы использовали. Ну, это для всех. Любой может оценить вот по таким общим параметрам, насколько интересен, важен проект. Но еще и существует экспертная оценка. Что мы вынесли в экспертную оценку? Мы вынесли в экспертную оценочку такие этапы. Ну, во-первых, мы соединили объект оценки с этапами проекта. У нас тема – это этап инициирования проекта. Сюда входит актуальность темы проекта, важность проблематики, реалистичность результата, то есть, насколько оптимальное предложено решение, его использование, точки роста этого проекта. Далее. Объект оценки – технологическая карта или паспорт. Сюда входит этап планирования работы. Здесь очень много можно получить баллов. Корректность формулировок цели, результаты, ресурсов, условий, рисков. Далее. Анализ проблемы, источников информации, обзор существующих решений и качество описания вашего решения. Далее. И, в конце концов, оценивается уникальный измеримый результат. Сюда входят три этапа – исполнение проекта, мониторинг и завершение подведения итогов. И здесь все зависит от того, к какому виду проектов относятся. Исследовательский, информационный, творческий или практикоориентированный. В исследовательском оценивается научность или инновационность, системность, логичность изложения, ну и, естественно, доступность либо продукта, либо качество презентации на выбор. В информационном процессе, если он связан с кодом, то это сложность алгоритма, доступность программного обеспечения, в котором это реализовано, тиражируемость, качество презентации. Если это творческий или игровой проект, то креативность идеи, качество исполнения, возможность тиражируемости, ну и, естественно, качество презентации. В практикоориентированном проекте уникальность результата, его измеряемость, легкость использования и качество презентации. То есть вот такие критерии можно взять для экспертного оценивания проекта. Мы также создали ММК по технологии, которая пробирается и в котором робототехника и наша серия «Робофишка» входят в окружение для проектной работы по модулям 17-часовым. Внутри в урочную деятельность также встроены проекты с помощью использования конструктора ТРИК, то есть мы используем всю линейку тех платформ робототехнических, которые у нас в России используются. То есть можно на ТРИКе все это сделать, можно брать окружение на лего-ветри, на скретч-дуина, то есть все эти продукты можно реализовывать в технологии, например. Часть идет апробация в трех регионах, уже помимо Новосибирской области, Пермский край и Московской области, некоторые школы. Готовятся к выходу проекты как системный компонент эффективного образования. То, что я вам вкратце рассказала, входит как раз в эту методичку проекта как системный компонент эффективного образования. Инженерные проекты в старших классах у нас серия задумана на базе разных новых программных продуктов, которые есть на базе инженерного инновационного класса, который также внедряется сейчас в образовательные организации. Далее введение в агротехнологии, сборник учебных проектов по робототехнике и серии школы инженера, школы программиста, школы конструктора. То, что я тоже рассказала, первый к выходу готовится, это программирование на скретч, от начинающего к опытному пользователю и подготовка к креативному программированию к скретч-олимпиадам. Вот полностью сделали методическое обеспечение соревнований FTC. Очень интересная книжечка получилась, на соревнованиях она выдается. Это тема проектов для инженерных классов, которые запускаются как раз в формате компетенции JuniorSkills и в формате исследовательских проектов в направлениях NTE и ОСИ. И, конечно, я приглашаю заинтересованных учителей к нам на курсы повышения квалификации. Наш курс в математическом факультете называется «Проектный подход к организации внеурочной деятельности в основной школе с использованием робототехнических конструкторов». Здесь мы рассматриваем все существующие платформы, которые у нас есть, и ЭГО, и инженерно-эволюционный класс РОБО, и, конечно, проектный подход. То есть полностью, что это за проектный подход, как актуализировать все компоненты деятельности при проектном подходе, то, что сейчас важно, актуально для учителей, для детей. Пожалуйста, приглашаем вас к нам, и вы получите свидетельство о повышении квалификации от 72 часа МПГУ, то есть Московского педагогического государственного университета. Спасибо вам за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Да, презентацию я сделаю общедоступной, вы ее сможете взять. Оборудование для ScratchDuel как раз оборудование компании РОБО, инженерный класс. В поисковике можете забить Вики РОБО, и вы выйдете сразу на презентацию инженерного инновационного класса. У нас сейчас на Вики РОБО проходят вебинары для интересующихся. Я уже прочла там вебинар инновационной практики. Посмотрите, сетевое взаимодействие. Мне очень интересно с компанией РОБО как раз как реализовывать сетевые проекты и повышение квалификации. Да, всех возрастов мы диагностировали все возраста, то есть начиная с начальной школы. Наши проекты, в общем-то, доступны деткам, начиная с начальной школы. Они все очень любопытные, креативные детки, поэтому очень легко те проекты, которые у нас для 5-6 классов, они могут использовать даже чуть раньше самостоятельно. Ну, естественно, учитель, который никогда с этим не работал, точно так же может взять и полностью пошагово сделать все, что мы описали в проекте. У нас ведь двойная задача – обучить проектной деятельности, научить этой деятельности, научиться работать с этим конструктором и научиться программировать. Она вот такая многогранная задача ставилась, когда эта серия готовилась к выходу. И я считаю, что задачу мы, в общем-то, успешно решили. И из этой задачи, из успешного решения, вытекли другие интересные задачи, которые мы сейчас реализовываем. Я надеюсь, что это будет интересно вам. Спасибо вам, коллеги. Я смотрю, вопросов уже. Уважаемые коллеги, давайте поблагодарим сегодняшнего спикера за интересный доклад, интересный вебинар. Вам всем спасибо, что вы пришли и активно участвовали в вебинаре. Приходите на вебинары Директ Академии, будет интересно. Вебинары мы проводим каждый день в 12 часов по московскому времени. Еще раз всем спасибо и до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...